На 92-м году жизни скончался первый президент СССР Михаил Горбачёв. Он умер после тяжёлой продолжительной болезни. Горбачёв был избран генеральным секретарём ЦК КПСС в марте 1985 года. С его приходом к власти в СССР начался процесс демократизации, получившей название «Перестройки», итогом которой стало завершение тоталитарного режима в СССР. В 1990 году власть от КПСС перешла к съезду народных депутатов, первому в советской истории парламенту, избранному на свободных демократических выборах. 15 марта 1990 года съезд избрал Горбачёва президентом. Движущей силой «Перестройки» стали гласность и открытость. В то же время Горбачёв занял по отношению к Азербайджану недружелюбную политику. «Чёрный январь» явился логическим результатом хорошо продуманной политики Горбачёва. После его прихода к власти в нетрах ЦК КПСС готовился план против Азербайджана и азербайджанского народа, который был частью более глобального плана, направленного на развал Советского Союза. Для его реализации необходимо было в первую очередь избавиться от влиятельной советской политической фигуры члена Политбюро, первого заместителя председателя Совета Министров СССР Гейдара Алиева. В 1987 году Горбачёв отправляет Алиева в отставку, после чего и начинается полномасштабное осуществление задуманного плана. Между тем, положение в Азербайджане постоянно ухудшалось. В начале января 1990 года по городам и районам республики прокатилась волна митингов собраний, на которых во весь голос звучал решительный протест народа против сепаратизма в Карабахе и действий в Армении. Все задавались вопросами, почему высшее руководство страны на словах провозглашает незыблемость границ республики, а на деле не обеспечивает нерушимость этих границ и суверенитет Азербайджана. Почему в отношении руководства Армении, которое постоянно нарушает конституцию страны, не принимаются меры и так далее. Народ не получал ответов на эти вопросы. Трагедия заключалась в том, что руководство Азербайджана не смогло понять сути политики Михаила Горбачева, который ставил цель, разыгрывая национальную карту, разжигая межнациональные отношения, развалить Советский Союз. Горбачев грубо нарушил статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджана и издал незаконный указ обведения чрезвычайного положения и ввода военнослужащих в Баку. Он был главным организатором трагедии 20 января 1990 года в Азербайджане. Армейские части во главе с министром обороны Маршалом Язовым провели военную операцию под кодовым названием «Удар». Танки и бронетранспортеры шли по живым людям, оставляя сотни убитых и искалеченных на своем пути. В результате были убиты 134 человека, без вести пропали 400, ранены около 700. Кровавые январские события 1990 года в Баку вошли в историю как преступления, направленные не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества в целом, против гуманизма и свободы личности. Горбачев также сыграл большую роль в оккупации армянами 20% азербайджанских земель. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. На следующий день Союзный парламент принял декларацию, в которой констатировалось, что СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование. Самое парадоксальное то, что Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира за 1990 год с формулировкой «За ведущую роль в обеспечении мирного процесса в жизни международного сообщества». Турамма Медли, Сибиси Турамма Медли, Сибиси